Не так давно я записал ролик об обмене военнопленными 15 апреля между ЛДНР и Украиной. Количество людей, которых обменяли не такое большое, 9 и 11 человек, но эта история примечательна, во-первых, тем, что обмен произведен в карантин, в разгар самоизоляции и всех этих событий, связанных с вирусом COVID-19. И на этот ролик, который висит у меня на канале, сразу прилетели возражения, что я лезу не в свое дело, что я ничего не понимаю, что я вообще не понимаю реалий, происходящих на Донбассе. Но хочу обратить внимание, что я ведь работаю не сам. И есть огромное количество консультантов, информаторов, инсайдеров, которые тут же мне дали дополнительную информацию по этому обмену. Давайте, например, посмотрим, как этот обмен описывает телеканал 112. Телеканал 112. Предпасхальный обмен, кого вернула Украина. Очередной обмен, удерживаемыми лицами, завершен. Рассказываем, что о нем известно. Сегодня речь идет о 16 числе. На подконтрольной Украине территории в рамках обмена вернулись 20 украинских граждан, которых незаконно удерживали на временно оккупированных территориях Ордло. Обмен происходил в две части. В рамках первой части боевики, так называемой ДНР, передали 9 человек. В рамках второй части, в районе счастья Луганской области, вернулось 11 человек. Список освобожденных. Освобожденные граждане, которых удерживали на территории отдельных районов Донецкой области. Список прилагается. И освобожденные граждане, которых удерживали на территории отдельных районов Луганской области Орло. Список прилагается. Особо нас интересует человек по фамилии Табачный Александр. Что известно об этих освобожденных? Александр Табачный, инвалид, ветеран МВД Украины, один из самых старших из тех, кто попал в плен с 1919 года, находился на временно оккупированной территории Луганской области в Луганском СИЗО. Вот эта информация о Табачном, она как бы является маскировкой. Он был как бы захвачен в плен в 1919 году. На самом деле это не так. Он был арестован в 1917 году за торговлю наркотиками в особо крупных размерах. У него в гараже нашли огромное количество таблеток и подготовленной жидкости. И в общем-то по суду еще в 1917 году ему дали 19 лет. Апелляция скостила этот срок до 13 или 14 лет. Этой точной цифры мы сейчас не скажем. Но по обмену он ушел как ветеран МВД и как, в общем-то, захваченный в плен в 1919 году. Вы понимаете, какого масштаба идет прикрытие процессов, происходящих во время обмена? Сразу можно предположить, что этот обмен, естественно, произошел не без финансовых вливаний. То есть фактически получается, что деньги уплачены, будьте любезны отдать людей, независимо от того, карантин, не карантин. Вот эта наркоистория на самом деле под суд и получил срок табачный не один. Вместе с ним пошел и бывший глава контрразведки МГБ ЛНР, ну то есть Луганской народной республики, которого назначал пасечник. И вот эта вот вся история, она на самом деле наводит на размышления не столько о наркотрафике, не столько о переделе этого рынка, в результате которого табачный может как быть посредником, так и присесть. Речь идет о том, что обмен пленными – это серьезнейший бизнес. Этим бизнесом занимаются люди, представители, достаточно серьезные на протяжении многих лет. И вот эта история с обменом, когда буквально 9-11 человек были обменены, ну наверное явно же за деньги, именно в это время наводит на размышления о том, что эта война таки кому-то очень сильно выгодна и на ней происходят серьезные заработки. На протяжении многих лет обменом военнопленными на территории ЛНР занимается Ольга Копцева, доверимое лицо Медведчука в этой республике. И хочу обратить внимание на то, что на моем канале есть видео и в фильме «Когда свои чужие» эта тема тоже освещается, что большое количество российских граждан, добровольцев, томятся в застенках ЛНР, и их никто не выпускает. Видимо потому, что за них никто не платит денег. Ольга Копцева, это вопрос к вам. А почему так происходит? Что наркоторговцев меняют, а российских добровольцев нет?